Добрый день! 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 Самое главное, конечно, идея, команда, на что ты пишешь проект, знать и иметь доступ к интернету, потому что конкурс абсолютно проходит по аналогии фонда президентских грантов. Те, кто ранее принимали участие, прекрасно знают, что на сайте фондкультурныхинициатив.рф нужно создать свой личный кабинет, нажать кнопку «Создать заявку» и «Welcome» начать работу над разработкой проекта. И дедлайн, то есть это сроки окончания приема заявок, это 7 июня, 23 часа 30 минут по московскому времени. То есть у нас есть 6 часов в запасе по сравнению с Москвой и центральными регионами. Проекты мы пишем до 7 июня, результаты будут объявлены до 31 августа. То есть и проекты могут уже стартовать с 1 апреля. То есть это очень интересно, уникально. То есть проекты могут начаться уже в апреле, дальше они подают, могут еще податься на конкурс. И те проекты, которые... Подождите, в апреле это в следующем году? Нет, сейчас. Апрель. То есть смотрите, проекты могут начаться с 1 апреля, либо с июня, с мая. То есть проекты, которые уже люди делают, но на них нужны деньги. На них тоже можно податься, и если, соответственно, проект побеждает, эти средства могут возместиться те расходы, которые уже были с 1 апреля этого текущего года. Вот, поэтому немножко он такой интересный и уникальный конкурс. Сначала, конечно, для нас файлы не сходились, потому что мы все привыкли и фонду президентских грантов, и грантам главы республики Саха-Якутия, что там все-таки пишешь на более поздний срок, что они стартуют обычно с сентября, либо с декабря, то есть с января Нового года. Но здесь вот такой вот предоставлены возможности. Имеется в виду же, что в этом конкурсе участвует Ростомосковское время вообще со всей России? Да, это всероссийский конкурс, федеральный конкурс. В нем участвуют все регионы, вот те категории участников, о которых я назвала. Какова тогда вероятность того, что из республики, из нашей кто-то одержит победу? Ведь много регионов участвует, или там очень много грантов могут раздать? В общем, система тоже аналогична оценке общепринятой, так скажем, грандмейкинга, оценке проектов. У нас всех, все проекты оцениваются одинаково, все проекты оцениваются по десяти критериям. Начиная от актуальности, логической связанности проекта, опыт команды, опыт организации, информационной открытости организации. То есть есть десять критериев, которые очень четко, конкретно, подробно, ясно прописаны в положении конкурса и доступны на сайте конкурса. И нас оценивают, один проект оценивает два независимых эксперта. Эти независимые эксперты никому, они известны, конечно, скорее всего, известны определенному кругу лиц, организаторам конкурса, но они абсолютно не публичные независимые эксперты, они профессионалы своего дела, и они два независимых эксперта оценивают один проект и высчитывают это средний балл. После того, как все проекты, поступившие с Россией, а их около, бывает, 12 тысяч, 10 тысяч проектов со всех регионов, подсчитываются координационным советом комиссии конкурса, подсчитываются пороги проходные, и те, кто набирает тот пороговый балл, он становится победителем. О каких суммах можно узнать, идет речь? Гранты там, какая самая маленькая сумма, или это одинаковая сумма для всех? Я бы, как эксперт, конечно, тем людям, которые начинают в первый раз писать проекты, в первый раз отправлять, и не имеют такого большого опыта управления, реализации проекта, тем более составления отчетности, я бы, конечно, порекомендовала сначала начать с 500 тысяч рублей, то есть мини-проекты. Они наиболее, мне кажется, и по своему опыту скажу, что наиболее вероятны для победы, потому что они, масштаб проекта более понятен будет экспертом, то это село, город, либо это улусный проект, либо это республиканский проект, да, то есть вы стартуете, вы пробуете. Если вы поймете, что команда устойчива ваша, стабильна, что вы действительно можете управлять деньгами, это федеральные деньги, они поступают на специальный счет, который открывается только после победы, это привязка со Сбербанком, то есть это не так просто первый раз, но я абсолютно не хочу напугать, наоборот, хочу вас смотивировать, что это просто, это возможно. У нас даже оленеводы приезжают из далекого Момского улуса, выигрывать 500 тысяч гранд-президента Российской Федерации, прекрасно они отчитываются, то есть это не так сложно. А как правильно управлять вот этими деньгами? Расскажите, поделитесь, вот у вас наверняка уже есть опыт. Все зависит от проекта, на что вы закладываете деньги, но у нас сейчас закладывают, конечно же, для реализации проекта, в зависимости от проекта, закладывают на оплату труда, это возможно, на приобретение каких-либо оборудований технических, и мы впервые столкнулись с культурными, творческими проектами, потому что очень дорогие оборудования, музыкальные, допустим, большие колонки, микрофоны, какие-то там баяны, аккордеоны, они очень дорогие, очень нужны на самом деле, но это все можно доказать экспертам, рыночную стоимость, и проекты, они по идее, нет порога, что проекты должны быть скольки-то миллионов, да, порога нет, то есть здесь абсолютная, как говорится, потребность того проекта, на который нуждается команда. Хорошо бы такая сумма, чтобы можно было купить помещение, потому что обычно вот в это все упирается, и много денег уходит на аренду. Есть, конечно же, ограничения, и вы назвали как раз-таки ограничения по приобретению недвижимости, это как раз-таки один из ограничений, можно взять под аренду, можно взять там, ну, разные формы, но только не приобретение, поэтому здесь как раз-таки можно закладывать как раз-таки аренду во время реализации проекта, да. А почему нельзя приобретение помещения? Ну, это ограничение, потому что все-таки это проект, мы еще не знаем перспективу этого проекта, насколько она будет стабильной, там, да, необходимой, дальше все зависит от оценки, дальше как будет жить проект. И вообще хочу дать понятие о том, что гранты даются для проекта, для того, чтобы они стартанули, и не только завершились, они должны дальше самостоятельно жить. Поэтому для этого и дается грант, для того, чтобы это... Потому что проекты пишутся для решения какой-то проблемы, не просто для проведения мероприятий. Поэтому вы решили проблему, но все равно вы не закрываете абсолютно все. Поэтому если будут какие-то дальше проблемы, этот проект должен самостоятельно жить и решать эту проблему, да. Вот для этого и даются гранты. Можно ли сказать, что тогда вот такой вот конкурс, да, где вот такая итоговая точка цели — это получение гранта, он для того, чтобы люди научились самостоятельно зарабатывать деньги и придумывать какие-то хорошие такие вот проекты, которые будут помогать и себе заработать, и для других людей сделать какое-то полезное дело, чтобы уже как бы сам человек... Вот как будто бы это такая история про предпринимательство. Ну, в том числе, потому что один из качественных таких результатов, в том числе как перспектива дальнейшего развития проекта, действительно, у нас по всей России появились разные услуги, которые потом стали сейчас, после завершения проекта, стали платными. Появились выставки. Мы об этом прямо очень подробно будем говорить. Буквально через две минуты на короткую рекламу уходим. Скоро вернемся. Не теряйте нас. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии. Надежда Наговицына, координатор Единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций развития гражданских инициатив Якутии. И мы говорили в первом блоке, продолжаем говорить о конкурсе президентского фонда культурных инициатив, в котором итоговая точка – это получение гранта, который можно потратить на приобретение практически всего, кроме приобретения жилья. Но его можно арендовать. И я бы хотела, Надежда, вас попросить, поскольку конкурс, вы сказали, проходит уже практически, можно сказать, третий раз традиционно, значит, уже есть примеры каких-то проектов, которые смогли выиграть эти гранты. Расскажите, пожалуйста, что это были за проекты, какие из них вы запомнили, и какие, может быть, вас как-то восхитили или, может быть, удивили. И если помните, какие суммы заработали эти люди? Но очень нескромно будет, конечно, начать со своего проекта, но я начну с нашего проекта, с команд, который мы разработали как раз-таки с нашей командой, единого ресурсного центра. Проект называется «Арктическая креативная академия». Мы выиграли 4 миллиона 700 тысяч рублей. Как говорит само название, «Арктическая креативная академия» – это проект про вовлечение детей, подростков, молодежи, проживающих на огромной территории Арктики, Якутской Арктики, я сама родом из Арктики, из Верхоянского Улуса, и один северный Улус мы взяли, Аймеконский Улус, вовлечение в креативную индустрию. Мы прекрасно знаем, что на территории Арктики всё равно есть цифровое неравенство, то есть не во всех районах есть качественный интернет. Кроме того, дети не вовлекаются, как здесь, в центральных Улусах, в ближайших Улусах, в креативную индустрию, то есть IT-индустрия, киноиндустрия, медиа, проектная технология. Поэтому мы решили, что мы как раз-таки, как эксперты в области проектированных, в том числе, можем написать качественный проект, и тем самым можем выехать в арктические районы. И мы привлекли огромную команду экспертов, профессионалов в этой креативной индустрии. Наша задача – организовать такое качественное обучение онлайн, оффлайн, в гибридном формате, и вовлечь детей в эту среду. Это наш проект, который мы недавно получили и сейчас уже стартовали. Поздравляю вас. Спасибо. Про историю разных скажу. Это история, когда участвует некоммерческая организация, становится победителем и вовлекается в такую среду креативную. Вторая история про индивидуальные предприниматели. Есть индивидуальный предприниматель молодой, Николай Просимов, который разработал, благодаря этому гранту, развивает эту технологию. Он разработал мобильное приложение «Аяна», которое мгновенно переводит с русского на венкийский язык и венкийского на русский язык. И Николай сейчас тоже взял грант как индивидуальный предприниматель в этом конкурсе. И мы про него тоже написали в средствах массовой информации, чтобы люди действительно читали историю героя. И прямо вот взяли пример и понимали, что они тоже могут принять участие и абсолютно так же выиграть. Третья история про муниципальные учреждения, которые тоже могут принять участие. Мне очень нравится рассказывать о наших резидентах единого ресурсного центра, потому что они к нам приходят, обучаются и побеждают. Николай Просимов тоже принимал участие в наших творческих мастерских по проектным технологиям, мы их смотрели и проводили экспертизу его проекта. Муниципальные учреждения, культурный центр «Айланч» Робчинского улуса, передаю привет вам, да. Они тоже были участниками наших мероприятий. Лично у меня они получали консультацию по проекту, и они победили. И у них сейчас проект идет про развитие киноиндустрии на уровне муниципалитета. И у них в августе планируется большой такой фестиваль муниципальный. Именно сама молодежь уже готовит, пишет и разрабатывает там сценарии и снимает документальные фильмы. То есть одна из качественных изменений вообще этого конкурса — наращивание вообще профессионалов в этой сфере. Поэтому мы абсолютно уверены, буквально на той неделе мы встречались с командой этой прекрасной муниципального учреждения Чуропчинского улуса. Уже есть сценаристы, которые могут работать с текстом, уже есть монтажники, операторы, которые уже имеют такие навыки. И мы весь этот продукт, все результаты увидим на фестивале в августе в Чуропчинском улусе. И сейчас они на стадии выиграли второй грант. Это тоже история хорошая, когда ты в проекте привлекаешь разные ресурсы. Они выиграли грант главы Республики Саха-Якутия, недавно совсем узнали. И сейчас на средствах гранта главы Республики Саха-Якутия они усиливают этот свой проект и приобретают студию, которая будет уже полностью принадлежать этому учреждению, некоммерческой организации. Этот проект усиливается со стороны муниципального учреждения и со стороны некоммерческой организации для того, чтобы усилить наращивание профессионала в этой индустрии. Когда первый шоу-блог, вы показывали фотографии как раз-таки о работе вашего центра. И вы сказали, что те люди, которые к вам приходили на обучение, им было проще, ну вот если так, они из числа тех, кто выиграли потом гранты. И вообще какой-то, наверное, ресурс приобрели для того, чтобы разрешить себе участие, какую-то вот такую вот, наверное, энергию. Давайте поговорим о том, что это за такие волшебные занятия, которые вы проводите в своем центре. И вообще о работе вашего центра, о вашей команде расскажите. Мне всегда приятно рассказывать про свою команду, про свой центр. Это единый ресурсный центр. Очень длинное название. Поддержка некоммерческих организаций. Развитие гражданской инициативы Республики Саха-Якутия. Очень важно здесь понимать о том, что мы созданы по поручению правительства Республики Саха-Якутия, что это была идея самого правительства нашей республики, о том, что для того, чтобы действительно усилить развитие некоммерческого сектора экономики, мы представляем один из, мы являемся третьим сектором экономики и развиваем общественную инициативу, потому что помимо некоммерческих организаций нас насчитывается 2247 некоммерческих организаций на долю такого населения, на 1 миллион человек. Есть еще очень много местных сообществ, и тюльбе, инициативные группы активистов, очень много в Якутии. И наша команда как раз-таки состоит из небольшого количества человек. Это около 10 человек вместе с привлеченными, с постоянными там 5-6 человек, и еще привлеченные эксперты, специалисты, небольшая команда, но мы как раз-таки работаем на то, чтобы действительно этот сектор развивался. И так как у нас сейчас в горизонте, на уровне регионов Российской Федерации и муниципалитетов, есть множество конкурсов. На самом деле такого никогда не было, когда фонд конкурса грантов главы достигает до 100 миллионов рублей, когда ежегодно два раза в год проводится конкурс грантов главы президента, отдельно проводится конкурс фонда культурных инициатив, проводится конкурс молодежи. Поэтому мы понимаем, что одна из наших важных задач это вовлечение вообще населения в целом, в том числе и детей, молодежь, в проектную среду, в проектную культуру. Мы все вместе с вами, и в том числе мы сами эксперты, мы постоянно обучаемся сами для того, чтобы понять вот эту технологию проекта, для того, чтобы мы привлекли наибольшее количество ресурсов в виде финансовых инвестиций. Потому что действительно мы проанализировали всего лишь за два года, 2020-2021 год. Вот представьте себе, некоммерческие организации привлекли в республику 178 миллионов рублей. Значит, эти деньги есть, и их больше. И наша задача действительно вовлечь в этот сектор некоммерческий, в эту проектную среду наибольшее количество людей и научиться не просто писать проекты, научиться писать качественные проекты. И раз и навсегда овладеть этой технологией, потому что один раз ее, этому один раз учишься и понимаешь полностью архитектуру проектирования, да, технологию проектирования, то оно налаживается на все конкурсные системы. Поэтому, потому что все равно проект — это технология единая. Если мы один раз поймем правила игры, так скажем, да, то оно пригодится во всех случаях жизни. А сколько времени нужно, чтобы понять правила игры, игры, чтобы обучиться писать правильно проекты? Это можно посетить как-то разовую лекцию или это все-таки какое-то обучение, которое занимает большое количество времени? Все, конечно, зависит очень индивидуально. У нас была история, когда случилась пандемия, мы обучали людей даже по мобильному телефону, по онлайн-технологии. Люди за раз кто-то схватывает и сразу вот идёт и прямо штампует проект. Есть такие у нас истории. Но в целом нужно, конечно же, качественно пройти где-то вот 5-6 занятий полных, да. Часовых или они дольше длится? Нет. Ну, 5-6 дней, это получается по 8-6 часов в день. Нужно действительно провести очную прокачку, да. Очную, когда ты действительно с тобой, есть групповые формы у нас, да. Буквально завтра у нас начинаются курсы для учреждений социального обслуживания республики. То есть там у нас тоже несколько дней специалисты будут обучаться проектированию. Для некоммерческих организаций мы тоже набираем группы. Очень много, конечно, удобно сейчас онлайн проводить, потому что человек, не отходя от рабочего места или от места жительства, может подключиться и пройти обучение. Но я предлагаю пройти, конечно, в таком насыщенном, полном формате для того, чтобы действительно и задавать вопросы, и протренироваться в разных упражнениях, порешать разные кейсы, да, потому что это очень важно. Ну, 5-6 часов онлайн, это тоже сложно всё-таки, когда очное общение как-то полегче это воспринимается. Это бесплатное обучение? Конечно, это бесплатная история, потому что мы как раз-таки созданы для этого. Ну, это важный момент, потому что тогда получается, что обучиться может абсолютно любой человек, и подросток может прийти к вам в центр обучиться, и может человек зрелого возраста прийти обучиться? Конечно, у нас ограничений нет. Единственное, что я хочу отметить, что перед отправкой на конкурс проектную заявку мы рекомендуем показать нам, экспертам, потому что как раз-таки те проекты, которые мы докручиваем, когда мы видим замечание как эксперта, мы действительно можем помочь им, где надо усилить проект, и тогда вероятность, конечно, бывает высокая. Чем отличается человек, который вот просто послушал, что вот есть такой конкурс, да, и написал заявку на этот конкурс от человека, который уже прошел вот ваши курсы в течение пяти-шести дней, научился писать проекты и подал вот уже, показав вам свой вариант, заявку после обучения? Ну, это самая такая правильная история, когда человек приходит, понимает, для чего ему нужен проект, и очень здесь очень важно иметь команду, это очень важно, потому что в одиночку абсолютно можно написать проект, но реализовать его абсолютно невозможно. Людин в поле не воин, как на груди. Да. Все с людьми, со всем к людям. Мы сейчас продолжим говорить про людей, про проекты, буквально на две короткие минуты исчезнем, и скоро вернемся, не теряйте. Дорогие друзья, мы продолжаем говорить о том, как можно принести пользу обществу с Надеждой Наговицыной, и за время рекламы у нас есть вопросы от слушателей относительно проектов, которые могут заработать хорошие деньги, гранты. Где брать идеи для проектов, и какие идеи, на ваш взгляд, востребованы сегодня? Ой, такой интересный вопрос, но он важный вопрос, где брать идеи. На самом деле идея для проекта – это как раз-таки та проблема, которая существует на территории, где находится автор или команда проекта. Потому что иногда часто к нам приходят, прямо запрыгивают в наши кабинеты и говорят о том, что дайте гранты, где взять гранты, мы хотим провести какой-то фестиваль, мы хотим провести какое-то мероприятие. Но абсолютно хочу с этого секунды вас огорчить, может быть, тем, что как раз-таки гранты даются не на мероприятии, гранты даются для того, чтобы вы решили какую-то проблему, которая имеется на территории. Что касается, например, просто социальных проектов, общепринятых, когда имеются трудности социализации выпускников детских домов. Либо есть люди бездомные, есть бродячие собаки, есть люди с инвалидностью или с ограниченной возможностью здоровья. Какие у них есть какие-то потребности, нужды, чего-то им не хватает, каких-то качественных услуг, либо не хватает специалистов. Вот это всё можно придумать под эту проблему, какую-то идею и написать проект. Поэтому я хочу изначально идти от проблемы. Поэтому даже в написании культурных проектов вы должны найти проблему. Исчезает язык национальный, придумывайте идею, как её возразить. Не хватает культурных каких-то мероприятий, выставок, либо какие-то там творческие, имеются какие-то трудности, да, то вы тоже придумываете какую-то идею и под неё разрабатываете проект. Либо к нам обращались ещё представители коренных малочисленных народов Севера, родовые общины, о том, что они теряют и не могут передать молодёжи, молодым девушкам, мамочкам, вот как раз-таки традиционный пошив одежды национальный. Есть даже горький опыт, когда мастерица народная умерла от ковида, и мы не смогли передать проект, потому что проект был подан, но он не был поддержан. И мастерица умерла, и есть такой тоже горький опыт. Поэтому всё зависит от той проблемы, которую вы выбираете. И проект абсолютно полностью проваливается, когда он строится только на мероприятии, а нет проблемы. Поэтому эксперты это увидят, это они, это чуют, так скажем, да. Вот, поэтому абсолютно я хочу, чтобы вы прямо стартовали написание проекта от той проблемы, которая имеется не где-то рядом, а находится здесь и сейчас, прямо на вашей территории, перед вашими глазами. Вот. Отлично. А про передачу опыта, преимственность поколений и про язык, это всё важно и нужно, ничего против не имею. Но вот проблемы, когда вот оглядываешься вокруг, затопление, пожары, дороги, вы уже назвали собаки, инвалиды, нет возможности им вот по городу как-то, да, передвигаться так, чтобы они могли передвигаться. Вот. Есть проблема, когда пожилые люди, которые не могут выйти из дома, нуждаются в помощи, да, в той же там доставке продуктов и так далее, да элементарно многим людям жить негде. Вот такие проблемы, которые как-то хочется решить. Есть ли у вас на памяти вот какой-то такой проект, который вот, ну, такую земную, такую обычную проблему как-то решил? Ну, у нас есть второй фонд, наша вторая организация некоммерческая, это фонд «Семья для ребёнка», которому уже 9 лет, и наш фонд, например, занимается социализацией, социальной адаптацией выпускников детских домов. Мы этим занимаемся профессионально давно, и у нас была история ещё создания квартиры-тренажёра наставнического центра, когда выпускники приходили в оборудованную, оснащённую однокомнатную квартиру, потому что они этого не видели, они жили в казённом учреждении, а тут они видели о том, что есть, оказывается, нужно выносить мусор, оказывается, надо погладить шторы, чего они не делали, например, в условиях казённого учреждения. А тут они видели и чувствовали, и прямо им было очень сложно с этим жить и адаптироваться. Что касается про детей с ограниченными возможностями, есть у нас, например, замечательный благотворительный фонд «Харсхал», который информационно просвещает население про помощь таким детям, о том, что они тоже равны со всеми категориями населения, и очень хорошие они проводят лагеря адаптации, тоже благотворительные мероприятия в помощь этому фонду и этим детям. Что касается... Вот про «Харсхал» сейчас там директор Любовь Клюкина. Любовь Николаевна Клюкина пошла, и мы очень надеемся, что фонд тоже обретёт яркие краски. Это 100%, потому что она человек удивительный, с удивительной энергией, с такой добротой. И я знаю, что сейчас у неё детки приболели, хочу пожелать здоровья детям, огромный привет ей передать. И огромное спасибо за то, что она принимала участие в проекте соведущей, надеюсь, продолжит это делать. И знаю, что Министерство молодёжи очень прям печально отпустили её, к сожалению, но я надеюсь, что фонд «Харсхал» приобретёт с её появлением очень многое. И вот вы сказали про проект, который проект «Квартира». Почему был, почему он не остался? Потому что проект очень хороший. Когда я впервые о нём услышала, я подумала, что это ну, прям вот такая гениальная идея, дать детям попробовать вот эту вот реальную жизнь и пожить в этом. Причём там были очень хорошие наставники, которые приходили и делились какими-то элементарными, полезными навыками, знаниями, которые необходимы для того, чтобы в социуме начать самостоятельную жизнь. Да, этот проект был, но он, я думаю, что всё равно найдёт своё продолжение. И при учреждениях тоже создана комната социально-бытового, там социально-бытовой адаптации тоже адаптированы по однокомнатной квартире, да. Но я скажу так, что проекты иногда идут другим путём, иногда они так хорошо показывают глубину социальных проблем. И вот как раз-таки проект «Квартира-тренажёр» он нам очень чётко показал о том, что проблемы, которыми живут наши выпускники, они очень глубокие, и вместо тренажёра нам надо сфокусироваться на более другое. Поэтому мы квартиры-тренажёр на тот момент, в 2019 году закрыли, но абсолютно не отпустили историю социализации, социальной адаптации выпускников. И в целом воспитанников детских домов мы поняли о том, что это общероссийская проблема и система, потому что система проблем, потому что как раз-таки в детских домах у нас нет клинических психологов. Давайте мы начнём с того, что дети все травмированные, психологически травмированные дети. Я сама как психолог, человек, который работал ещё и в школе приёмных родителей, да, и с фондом «Семья для ребёнка». Я работаю с 2015 года и прекрасно знаю эту историю, что в наших детских домах по всей России не хватает клинических психологов, детских практикующих психологов и психотерапевтов, которые должны сопровождать этих детей с момента попадания в детский дом. И задача полностью реабилитировать этого ребёнка, на это идут годы, для того, чтобы действительно принять свою картину мира, я, концепцию, да, понять, что почему это с ним случилось, как выйти из этой ситуации, как найти ресурсы именно психологические. Очень правильно говорит об этом Александр Гизала, общественные деятели, сам выпускник Советского детского дома, вообще федеральный эксперт в этой области о том, что вместе вы не начинаете прямо с профориентации, с трудоустройства, вы начитаете психологической реабилитации. Пока ребёнок не пройдёт реабилитацию, психологическая травма, пока он это не отработает, он не может начать полностью налаживать свою самостоятельную жизнь. Это и хорошо для обычных детей. Мы, когда с 2020 года, благодаря специальному конкурсу фонда президентства грантов, мы приняли на работу, и до сих пор она у нас сейчас удалённо работает, мы приняли на работу психотерапевта, который уже сопровождает наших ребятишек. В обычных школах хорошо бы, и для самих преподавателей хорошо бы клинического психолога и психотерапевта, потому что выгорание, мы видим, какие ситуации происходят. Отдельная тема по профессиональному выгоранию. А смотрите, такой же психолог нужен в обычной поликлинике, куда человек придёт, у него сложное заболевание, и момент психосоматических причин обязательно нужно отследить. У нас тоже ничего такого нет. Вот мы, пожалуйста, сколько идей уже набросали. Ну, я вот скажу, да, что у нас тоже в фонде, в едином ресурсном центре, в нашем фонде проводится такой тренинг, как не выгореть в НКО и вообще в своей профессии, потому что прошлый год, как показал, да, ну, пандемия сама начала с 20-го года, мы все были в изоляции, трудно было, мы все тоже выгорели. Во-вторых, мы выгорели, когда были лесные пожары в Якутии, то есть мы тоже там нон-стоп все работали. Буквально. Наша команда тоже была вовлечена во спасение, и наши молодые ребята тоже были 24 на 7 там привлечены. И мы сопровождаем до сих пор семью, которая проживает в Горном Улусе, в селе Бескюль, да, многодетную семью мы тоже взяли на сопровождение. Вот. И хочу сказать о том, что действительно хелперам, таким суперменам быть хорошо, но все равно и хелперу, и супермена все, как говорится, необъятно, поэтому очень важно правильно аккумулировать свои ресурсы, в том числе человеческие. Какие-нибудь, может быть, пару таких вот фишечек, чтобы не выгорать, профессиональное выгорание, чтобы не было, может, поделитесь? Ну, должна быть команда, абсолютно, я в этом уверена, и очень я уверена и в нашей команде единого ресурсного зона, поэтому, наверное, мы согласились вот на все это, да, поэтому очень важно выстроить профессиональную команду, команда, которая тебя может в любой момент поддержать и заменить, возможно, да, очень правильно тайм-менеджмент поддерживать, да, и следить на этом, потому что все-таки должен быть понятие стоп вечером, и ты должен уйти домой, как говорится, уже вот как сам уходишь. Работу оставить на работе. Работу оставить, да. Спасибо вам большое, Надежда, за интересную беседу. Я думаю, что сегодня мы помогли кому-то из наших слушателей и зрителей обрести уверенность и, возможно, натолкнуть на какие-то полезные идеи, и кто-то из них станет победителем в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Заявку можно подать сейчас и до... 7 июня. До 7 июня. Напомню, что в нашей студии гостила Надежда Наговицына, координатор единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций развития гражданских инициатив Якутии. Всем, кто был с нами, спасибо за внимание и хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok